Это Эльвина Зарипова. На днях ей пришла квитанция за коммунальные услуги. Сумма в ней поразила женщину. Почти 40 тысяч рублей. 30 из них только за отопление. Коммунальщики ответили жильцам. Скорее всего, дело в неисправных счетчиках отопления. Людям обещали сделать перерасчет, а сначала направить в этот дом своего специалиста. Правда, тот так и не пришел. А если он придет и скажет, что у вас счетчики рабочие, и что, мне 40 тысяч платить? Когда у меня у мужа зарплата 50 тысяч, а нам как жить дальше? Я в декрете сижу. Садики, квартплаты, ипотека. В такой ситуации оказались практически все жильцы дома Мира-121. Суммы за март всем пришли разные. У кого 15 тысяч, у кого 30, у кого 43 тысячи рублей. У большинства ежемесячная зарплата не превышает 20 тысяч рублей. Когда люди заехали в новый дом, счетчиков за отопление тут не было. Там всем домом собрали подписи. Подписи мы собрали. В итоге мы, наконец-то, выбили эти счетчики. Нам их поставили. Поставили, сказали, типа, якобы будут по счетчикам тепло принимать. Прошла зима. У нас никто по счетчикам никто не принимал. Дом Мира-121 обслуживает казанская управляющая компания РСК. Ее офис находится по адресу Корабельная, 52. Правда, здесь сидят только технические работники. Никого из руководства на месте не оказалось. Это вам надо в пресс-службу обратиться. В пресс-службу? Да. А здесь это просто как офис, да? Ну, мы неуполномоченным давали такие деньги. Мы позвонили в Казань в управляющую компанию РСК и задали вопрос, откуда такие бешеные суммы за коммуналку. Там ответили, что о проблеме знают. Специалист управляющей компании пояснил, что причина, скорее всего, в техническом сбое. Сейчас над устранением проблемы работают инженеры расчетного центра. Нам пообещали, что специалисты заново снимут показания и сделают жильцам дома перерасчет. Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Новости НТР.